Мы продолжаем вам рассказывать о реализации различных проектов и программ в Кашхабльском районе. По программе «Комплексное развитие сельских территорий» в майском сельском поселении начались работы по ремонту подъездной автодороги протяженностью 1116 метров. Хочется отметить, что это центральная улица-поселка, на которой расположены практически всезначимые объекты. Масштаб предстоящих работ поражает своим объемом. Сегодня наша съемочная группа побывала на месте. С ходом работы нас ознакомил глава майского сельского поселения Андрей Дацко. Наши работы ведутся в рамках программы «Безопасные качественные дороги». Через Минсельхоз мы пробили программу для того, чтобы сделать центральную дорогу и на въезд к трассе. Потому что вдоль всей этой центральной дороги у нас расположены практически все социальные объекты. У нас вдоль этой дороги расположен и детский сад, МФЦ, полиция, все магазины, врачебная амбулатория. То есть практически все социальные объекты находятся вдоль этой дороги. Поэтому в рамках реконструкции, в рамках вот этой программы мы вошли в эту программу и начали вот эти вот работы. Проект, конечно, грандиозный. Работы очень большие. Проект очень серьезный, интересный. Поэтому, думаю, в конце людям понравится. Расскажите поподробнее, что предусматривает проект? Какие работы будут проведены? Данный проект предусматривает полностью реконструкцию дороги, то есть снятие существующего полотна, подготовка новой подушки, целый пирог. То есть двойной пирог будет, два слоя асфальта, два слоя гравия. То есть будет хорошая дорога. Предусматривается реконструкция двух тротуаров, которые расположены по обе стороны дороги. Даже предусмотрели укладку тактильной плитки вдоль пешеходных переходов для слепых. У нас в поселении 11 инвалидов по зрению, поэтому данный вопрос тоже учли. Плюс к этому будет заменено освещение, будут установлены светильники, каждый мощностью 125 ватт. То есть освещения будет достаточно на центральной дороге. И думаю, что людей это все устроит. То есть предусмотрели практически все, плюс ливневки вдоль дороги. Думаю, людям понравится. Исполнением проекта занимается Кашхабльская ДРСУ. Так как объем работы достаточно большой, параллельно в проекте принимают участие еще несколько субподрядных организаций. Работы были начаты в августе месяце. Были определенные моменты согласования, внесены некоторые корректировки в данный проект. Потому что всего учесть невозможно. Но по ходу работ вносятся корректировки. Каждую неделю собирается технический совет, куда приглашается и заказчик, приглашается подрядчик, приглашается авторский надзор, технический надзор. И обсуждаются все моменты для того, чтобы проводились работы и все было удобно для населения, для того же садика и вообще для людей нашего поселка. Кто является подрядчиком? Подрядчиком является наша Кашхабльская ДРСУ. Кроме подрядчика, еще субподрядчики работают с Мостовского района, Армавирская ДРСУ. То есть организации серьезные и работа ведется на сегодняшний день полным ходом. Каждый день они работают? Они работают каждый день, кроме воскресенья. Сколько примерно единиц техники задействованы? В день задействованы порядка 14-15 единиц техники различной. Здесь и трактора, и погрузчики, и автомобили, и техника для того, чтобы снять существующий грунт. То есть порядка 14-15 единиц. И порядка 15-20 человек. Общая сумма проекта? Общая сумма проекта 45 миллионов. По словам главы поселения, работы будут завершены приблизительно к середине осени. Уже сейчас можно себе представить, насколько преобразится центральная улица поселка. Натуся Кучмезова, Сергей Лобынцев. Новости Кашхабского района.